Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Сегодня волнительный день для выпускников, их родителей и учителей. Последний звонок прозвучал во всех школах Кубани. Вениамин Кондратьев поздравил старшеклассников с этим знаменательным событием. Говоря о будущем сегодняшних школьников, глава региона отметил, что неважно, какой вуз выберут выпускники. Главное, чтобы свои знания они в итоге направили на развитие родной Кубани. По словам Вениамина Кондратьева, цитирую, «Сегодня вы распахиваете дверь в новую жизнь. Какой она будет, зависит только от вас. Вы учились по-разному, теперь нужно, чтобы сама жизнь, самый строгий учитель подтвердила ваши оценки. Верьте в себя, любите свой край и свою страну. Вы нужны нашему краю. Вместе мы будем делать его экономику, развивать культуру». Последний звонок прозвучал сегодня и во всех школах города-курорта. 748 и 11-ти классников Анапы простились со школьной порой. Да, впереди еще экзамены, но время пролетит быстро, и вот она, новая взрослая жизнь. Глава Анапы, поздравляя выпускников первой школы, подчеркнул, родной город будет ждать возвращения молодых специалистов. 11 лет назад также вместе с учителем они заходили на этот школьный двор первоклашками. Школьная жизнь пролетела как одно мгновение. Сегодня это взрослые, красивые и, без сомнения, успешные молодые люди. Прячут волнение. Грустный все-таки праздник. Последний звонок. Глава Анапы Сергей Сергеев поздравляет учителей, выпускников и их родителей. Ребятам желает достойно пройти единый государственный экзамен. Труднейшее испытание, но все не просто так. Поверьте, это нужно. Это нужно, прежде всего, вам, для того, чтобы вы понимали, что вы входите в совершенно новый этап жизни, в котором вам предстоит принимать ответственные, сложные решения. Я хочу пожелать, чтобы у вас все получалось, чтобы вы хорошо сдали экзамен, и чтобы в жизни вы стали настоящими людьми, которые нужны нашей стране, нашему краю, нашему городу. Воспитать достойных граждан – нелегкая задача. Педагоги вкладывают в детей все свои душевные силы. Отрадно, когда награды находят своих героев. Например, учителя физкультуры и спорта Николая Киселева. Николаю Николаевичу присвоено постановлением главы администрации губернатора Краснодарского края 19 января текущего года губернатора 12 почетное звание заслуженным учительом бани. Много теплых слов звучит на праздники и подарки для тех, кто продолжит учебу. А выпускники со слезами на глазах признаются – так трудно говорить – до свидания, школа. И потому никто не спешит уходить со школьного двора. Побыть всем вместе, как одна семья. Глава НАП оставляет шумную компанию школьников и вместе с директором Сергеем Носенко осматривает спортзал. Своему заместителю Людмиле Мурашовой он ставит задачу – в таких условиях должны заниматься наши юные спортсмены. Загружайте, он не будет против. Мы будем помогать, мы починим крышу, мы сделаем это, сделаем то. Но не должны по частным школам наши дети заниматься, понимаете, в сараях, в подвалах. У нас есть все условия. У нас очень много молодежи вечером, но когда нет, вот они и с 8 вечера, а не зимой, и до 11. Здесь и субботу, и воскресенье, и в праздники. Сомнений нет, пустовать этот спортивный зал и школы никогда не будут. На смену выпускникам придут подрастающие сейчас малыши, да и выпускники обещают вернуться в родную Анапу. По информации Управления образования, около 800 девятиклассников продолжат учебу в школах, остальные уйдут в техникумы и колледжи курорта. И в продолжение темы, прощание со школой и взгляд в будущее, какие чувства и мысли у сегодняшних виновников торжества узнавала наша съемочная группа. Первый урок и последний звонок. Между ними 11 лет. Сейчас кажется, что это одно мгновение. Эти парни и девушки уже почти взрослые, но сегодня они словно дети, белые банты, кружевные передники. Также волнуются и ищут глазами своих первых учителей, которым пришли в начальных классах и которые провели с ними последний урок. На последнем уроке у нас такая традиция в гимназии, учителя начальных классов проводят со своими выпускниками последний урок. Мы написали, каждый из них написал письмо самому себе, которое вскроют через 10 лет на вечере выпускников. Там они все свои тайны и все свои мечты раскрыли. Но, конечно, мечты менялись, какими они были маленькими и какими они стали взрослыми. У них очень серьезные мечты, у них очень серьезные планы. И архитектура, и военные, и медики будущие в моем классе. Я надеюсь, у них все получится. Минута расставания со школой дается выпускникам нелегко. Многим кажется, что это только окончание обычного учебного года. И 1 сентября вновь альмаматор распахнет свои двери. Не хочу отсюда уходить. Все такие родные. Очень люблю одноклассников, люблю учителей, люблю эту атмосферу. Пугает то, что начинается такая взрослая, более самостоятельная жизнь. Воспоминания от школы только светлые, только хорошие. Буду очень по ней скучать. Но все когда-то через это проходят, и нам пора. Думаю, дальше будет еще интереснее. Наверное. Многие из выпускников уже распланировали свое будущее, определились с дальнейшим образованием и профессией. Сейчас стране нужны специалисты, которые будут поднимать экономику, промышленность нашей страны. И поэтому я хочу быть одним из них. И я выбрал эту отрасль. Работать хочу в космической сфере касательно ракетных двигателей и летательных аппаратов. А пока будущим специалистам предстоит еще одно серьезное испытание. К единому государственному экзамену, который стартует 30 мая, выпускники готовятся со всей серьезностью. От ЕГЭ даже честно не знаем, что ждать. Все обещают, все учителя обещают разные задания. Но готовимся весь год, поэтому сейчас уже какая-то легкость такая. Нет ощущения напряжения постоянного. На нас никто не давит. И мы уже просто понимаем, что нам нужны баллы, нужно поступление. И мы уже сами готовимся. То есть нас уже никто не заставляет это делать. Выпускникам предстоит сдать 5 предметов. А окончательная точка будет поставлена 25 июня. Именно в этот день в школах города пройдет заключительный выпускной бал. И к другим темам. Депутат Госдумы Иван Демченко будет собирать наказы от представителей анапского казачества. Такое решение было принято на встрече парламентария с атаманами. Она показала, что казаков интересуют как вопросы, связанные с их сообществом, так и социально-бытовые темы, касающиеся всех без исключения. Хотел заграницей, я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Депутат Госдумы Иван Демченко рассказал казакам, что был против того, чтобы его сын учился за границей. Сам парламентарий говорит, что приехал познакомиться. Мой прапрадед был атаманом в станице. Я горжусь этим, я всегда гордился. У нас крепкая семья такая была. Но расстреляли его в 1937 году. А деды, прадеды отвоевали. 37 человек с семьи погибло. Демченко конкретно только Демченко. И смотря по бабушке. И в гражданской, и в отечественной войне. В зале атамана из города-курорта также хуторов и станиц. Темы, которые казаки выносят на обсуждение, как правило, затрагивают не личные, а общественные интересы. Социально важные темы для Анапы и ее сельских округов. Вам спасибо огромное, что даете поддержку. Будем надеяться на совместную работу. Я вам хочу, атаманы, сказать, что мы уже работаем с Иваном Ивановичем. В плане, он уже наши проблемы знает и пытается их помочь решить. Поэтому все вопросы готовьте. Вы все услышались. По всем населенным пунктам, по всем сельским округам. Иван Иванович будет проезжать вместе со мной, вместе с представителем администрации. Демченко рассказал, что вникает в проблемы каждого населенного пункта. Он подтвердил, что уже осенью текущего года отремонтирует бассейн «Виктория», который простаивает из-за неродилого застройщика. Большая часть денег должна поступить из специального частного фонда, а порядка 6 миллионов рублей будет предусмотрено в муниципальном бюджете. В следующем году по аналогичной схеме планируется профинансировать строительство спортивного зала при Кадетской школе в поселке Пятихатки. Вы можете спросить, а то же такое дело, в одном можно дело болтать языком, а другое дело можешь узнать, что я сделал там, по тем районам, по нашим. Тоже можете спросить у атамана. Вот все расскажу. Поэтому... Любовь. До этого Демченко как депутат представлял Абинский, Славинский и Крымский районы. В этом году его округ расширили, добавив Тимрюк и Анапу. На встрече с городским активом, которая прошла накануне, парламентарий заявил, что в город необходимо привлекать дополнительные деньги из федерального бюджета на развитие инженерной инфраструктуры. В Анапе прошла шестая сессия Совета координационного транспортного освещения государств, участников Союза независимых государств, площадки, где вырабатываются стратегические решения по организации международных перевозок в пространстве СНГ. Участники отметили, что инфраструктура города прекрасно приспособлена к проведению подобных форумов. Кроме того, у курорта богато историческое прошлое. В наше время Анапа, полностью разрушенная в великую отечную войну, восстановленная и стала городом воинской славы. Вот проходили сюда памятники, которые поставили, чтобы это событие вошло в историю. И в эти майские дни мы с большим уважением отдаем деталь памяти героям, отважно защищавшим один из южных подкосов нашей Родины. В священии приняли участие заместитель министра транспорта России Виктор Алерский и вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко. Они отметили растущий потенциал Кубани как логистического центра, в том числе в связи со строительством моста через Керченский пролив. Это и большой транспортный, и транзитный потенциал, и это достаточно серьезное уже подспорье в экономическом росте. Дело в том, что мы ежегодно порядка 10 миллионов туристов встречаем на территории Краснодарского края. А помимо всего, в этом году мы ожидаем еще 20% рост. Поэтому, конечно, транспортная составляющая играет немаловажную роль именно в их коротной и вообще в развитии региона. Геополитическое положение Кубани таково, что оно делает этот регион максимально близким к южноевропейскому рынку. С учетом присоединения Крыма, безусловно, Кубань – это ближайший сосед. И с учетом того, что Крым был всегда, и сейчас тем более является теперь второй здравницей после Кубани, и практически, так сказать, все движение идет, если говорить о наземном варианте, через Кубань. Поэтому, конечно, подходы к Кубану должны быть развиты в полном мере. Сегодня у города-курорта нет важнее задачи, чем подготовка к началу курортного сезона. По результатам информации начальника территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере потребителей и благополучия человека Ларисы Медведевой о санитарно-эпидемиологической обстановке и задачах по обеспечению безопасности населения отдыхающих в летний здравительный сезон 2016 глава города Сергей Сергеев потребовал от своих заместителей и руководителей основных служб городского хозяйства доложить, какая работа ведется по устранению обозначенных Роспотребнадзором замечаний. Требования главы города особенное внимание так называемым неорганизованным детям, приезжающим в Анапу на отдых. Предупредить всех. Если я приеду туда, поднимусь на второй этаж и найду в гостинице людей, которые не будут оформлены соответствующим образом, а тем более детей, то на этом работа закончится. Я никого пугать не собираюсь. Это как пример. А с остальными здравницами я попрошу Людмила Николаевна подготовить письмо по поводу нашей озабоченности по приему детских неорганизованных групп детей, чтобы нас ставили немедленно в известность. Сергей Сергеев отметил оперативное начало ремонта в инфекционной больнице и обратился к теме порядка на пляжных территориях, детских санаториев в первую очередь. Ежедневный контроль пляжных территорий и ежедневный доклад мне в письменной форме. Ответственно, бережно. Ежедневный, подчеркиваю, доклад в письменной форме о пляжных территориях. За собой оставляю право перепроверки этих данных. Среди замечаний территориального отдела Роспотребнадзора по отсутствию порядка на пляжных территориях особенно отмечена «Жемчужина России» и еще ряд санаториев, которым уже сделаны замечания о слабой подготовке к сезону. Глава дал задание провести ревизию общественных туалетов в городе. Потребовала открыть туалет в Ореховой роще. Муниципальный контроль будет ежедневно контролировать, как убираются пляжи. Анапа уже приняла более 300 тысяч отдыхающих. Хочется, чтобы они увезли самые теплые впечатления курорте. Винодел из Анапы Валерий Асланов, руководитель винодельни подворья Старого Грека, стал первым обладателем переходящего кубка Вино года 2016. Четвертый фестиваль «Цымлянская лоза» проходил в Ростовской области на территории этнографического комплекса «Станица Цымлянской». В ней приняли участие виноделы со всего Южного федерального округа, а также гости из Москвы и Воронежа. Мероприятие организовал Союз виноградарей и виноделов Дона. Переходящий кубок гаражиста Вино года 2016 разыгрывался впервые. Россияне стали больше экономить на отдыхе. По результатам опроса Всероссийского Центра исследования общественного мнения 80% респондентов летний отпуск планирует провести дома или на даче. При этом почти половину из тех, кто останется дома, вынуждает отказаться от поездок нехватка денег. Большинство же тех, кто планирует поездки на время отпуска, будет путешествовать внутри страны. 9% опрошенных планирует отправиться в один из российских городов, 8% на Черноморское побережье Кавказа, столько же в Крым. Что касается детского отдыха, треть опрошенных сообщили, что их дети и внуки останутся дома. 22% сказали, что поедут на дачу. 14% утверждают, что дети отправятся с родителями в один из регионов России, 8% на Черноморское побережье Кавказа и 1% за рубеж. Десятая часть россиян собираются отправить детей в летний лагерь. Весело и интересно начнутся в Анапе летние каникулы. 1 июня большую познавательную программу для ребят подготовили городская администрация и молодежь курорта. В День защиты детей героев дня ждет на традиционный летний праздник Аркадии паровозов. Мультяшный персонаж на театральной площади научит вести себя безопасно во дворе, на море и в лесу. В праздничной чехарде маленькие Анапчене попробуют себя в роли спасателей, научатся оказывать первую помощь, а еще посоревнуются в спортивных состязаниях, поучаствуют во флешмобе. И масса интересных творческих номеров от юных артистов. Главное 1 июня в 10 утра прийти на театральную площадь Анапы, где дадут старт празднику. Генеральный партнер программы новости. Производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки. Автопарковка. Квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Продолжение следует...